Сегодня в Украине, абсолютно во всех городах, ВИЧ-позитивные люди выйдут и продемонстрируют свою кровь, которая не несет никакой опасности для окружающих людей. И расскажут причины, почему они не несут этой опасности. Расскажут тот секрет, который может остановить эпидемию СПИДа, спасти их жизнь и раз и навсегда завершить историю эпидемии в Украине. Это кровь ВИЧ-позитивных людей, в которых вирусная нагрузка неопределяема. То есть эта кровь не несет опасности ни для одного человека, который здесь находится. Она не может вас инфицировать. И таким образом человек, живущий с вирусом иммунодефицита, с такой кровью, безопасный. Причина этой безопасности очень простая. И по сути весь мир пошел по этому пути. Но, к сожалению, только Украина до сегодняшнего дня опаздывает и опаздывает. Для того, чтобы сделать кровь безопасной, ВИЧ-позитивного человека, все, что необходимо, это принимать вот такую таблетку ежедневно. Это антиретровирусная терапия, которая, по сути, делает этого человека с нормальным сроком жизни. У него будут здоровые дети, у него будет будущее, он будет получать образование, он ничем абсолютно не будет отличаться. И эта антиретровирусная терапия была бы концом эпидемии в Украине. Но, к сожалению, мы сегодня, перед днем памяти людей, умерших от СПИДа, теряем десятки тысяч украинцев в результате того, что они не получают эту терапию. Из 130 тысяч людей в Украине получают только 60. 70 подобной роскоши себе жить не могут позволить. Они живут ежедневно с риском того, что их жизнь прекратится в любой момент. Их дети останутся сиротами, и, по сути, они ничего не построят в своей жизни. Все, что необходимо сделать государству, это 70 тысяч вещь позитивных людей обеспечить антиретровирусной терапией. Письмо новому премьер-министру Гройсману очень просто характеризует, что необходимо сделать в финансовой политике Украины, чтобы мы прекратили вести статистику смертей и новых случаев эпидемии СПИДа в Украине. Это изменить их подходы в финансировании здравоохранения и профинансировать государственную программу лечения на 100%. При всем том, что внедрены новые системы закупок, международные закупки, которые экономят до 60% ресурсов, к сожалению, это до конца не решит проблему доступа. Единственный способ это профинансировать программу на 100%.